Всем привет, спасибо большое, что пришли. Меня зовут Антон, и да, я сегодня расскажу о том, как мы работали над стабильностью нашей реализации Луа. Совсем коротко, компания IP on Web занимается разработкой технологических решений в сфере онлайн-рекламы. И Луа мы используем уже больше 10 лет для разработки бизнес-логики наших проектов. И в 2015 году мы форкнули Луа-Джит, долгое время мы использовали Луа-Джит для того, чтобы запускать наш Луа-Код. В 2015 году мы форкнули эту реализацию и сделали свою. И, пользуясь случаем, могу сказать, что буквально недавно мы получили от руководства одобрение на то, чтобы опубликовать эту реализацию, наш форк Луа-Джита в опенсорсе. Да, спасибо большое. Нет никакого коммитмента по срокам, но так или иначе эту деятельность мы начнем и, надеюсь, что в следующем году что-нибудь сообществу покажем. И сегодня я хотел бы поговорить о том, как мы тестируем, стабилизируем эту самую нашу реализацию. Ядро нашего технологического стэка выглядит таким образом. У нас есть сервер приложений, написанный на CC++, который ответственный за сеть, за приемы, обработку и отдачу реквестов. В него встраивается ло-машина, изначально это был Лоджит, теперь это наша реализация, которая, в свою очередь, исполняет бизнес-логику каждого проекта, которых у нас есть несколько десятков. И вот в этой матрешечке нас, главным образом, будет интересовать средний прямоугольничек, который, в свою очередь, тоже имеет какую-то нетривиальную структуру. У нас там есть фронтенд, который берет ло-код, преобразует его в байт-код виртуальной машины. Есть рантайм, который реализует систему типов. Есть, собственно говоря, интерпретатор байт-кода, который исполняет ваш код. Джит-компилятор, который во время работы ло-кода пытается его с Джит-компилировать, таким образом какой-то производительности добавить. Есть какие-то прочие компоненты. То есть внутри это все устроено довольно сложным образом, и, очевидно, там есть что потестировать и постабилизировать. Все это, будучи собранным вместе, работает под довольно высокими нагрузками. Самый нагруженный проект у нас в пике обрабатывает до 6 миллионов запросов в секунду. И время обработки запроса очень жестко лимитировано. Это такой в мире РТБ, в мире торговли рекламой в реальном времени, это некий индустриальный стандарт. 100-120 миллисекунд, включая все возможные сетевые задержки, должно пройти от того момента, как кто-то примет запрос о том, что требуется показать рекламу, до уже факта показа эта реклама. И, конечно, производительность, безусловно, важна. Но кому нужен быстрый продукт, который либо некорректен, либо работает нестабильно? Очевидно, никому. Сейчас я расскажу, как мы тестируем нашу реализацию. Не вдаваясь в какие-то тонкости теории тестирования, скажу, что речь пойдет о разных видах тестирования, о юнит-тестировании, о тестах, которые берут какие-то отдельные модули вашей платформы, вашего продукта и тестируют их, о функциональном тестировании, о том, когда мы берем уже всю нашу собранную платформу, всю нашу реализацию луо целиком и проверяем, собственно говоря, может она корректно исполнять луо-код или нет. И интеграционное тестирование, когда мы наш продукт встраиваем в наш сервер приложений, корректно ли они взаимодействуют, все ли работает так, как надо. Вообще, когда мы говорим о том, вот так, как надо, это… вот у нас есть язык, луо, есть реализация языка. И, собственно говоря, что мы в первую очередь тестируем? Какая цель, какова цель применения всех этих разных видов тестирования? Нам нужно ответить на вопрос. Вот то, что мы написали, это вообще говоря луо, это реализация, действительно реализует тот язык, который описан в некотором стандартном документе. И вот здесь у луо, вот в экосистеме луо уже начинаются такие проблемы, которые связаны вот с чем. Вот смотрите, у нас есть, например, язык C или язык C++. Есть комитеты по стандартизации, которые выпускают стандарты, где четко прописано, языком является то-то, то-то. А кроме того, определены такие вот серые зоны и границы. Вот здесь мы какой-то аспект даем на откуп имплементации, здесь мы вводим понятие как undefined behavior и прочее. Собственно, для того, чтобы тем, кто делает, например, компиляторы языка C, было понятно, где язык, а где уже детали реализации. Для луо есть документ, который называется language reference manual. Короткий, понятный, довольно суховатый, но это скорее не бага фича. Но, к сожалению, написанный в такой манере, что непонятно, что понятие язык луо и реализация луо не различаются. И это, на самом деле, довольно большая проблема, потому что мы сделали свою реализацию, хотим ее поставить как drop and replacement чего-то существующего. А строгих формальных сертификационных гарантий, что это тоже луо, вообще-то нет. Потому что language reference manual так написан, и, соответственно, тестов официальных, language compliance тестов в языке, в экосистеме, к сожалению, тоже нет. На сайте разработчиков языка луоорк есть раздел tests, но сами авторы подчеркивают, что то, что там лежит, это тесты на их конкретную реализацию, которую сами ребята, сами создатели языка из университета в Рио-де-Жанейро поставляют, когда выходит новая версия языка. К счастью, в последнее время в сообществе начались какие-то подвижки в эту сторону. И буквально в конце, если не ошибаюсь, 31 октября 2018 года был анонсирован проект, который называется «Луа Харнес». Изначально это некий набор тестов в составе другого проекта «Луа Тест Мор». И это, собственно говоря, комплайнс-тесты, написанные независимо от реализации, настолько, насколько это возможно, и написанные строго на основе «Language Reference Manual». И пусть неофициально, пусть какой-то серт-серт-пати тестовая сиита, но она появилась. Но, как я уже сказал, это произошло буквально неделю назад. Мы свою реализацию начали в 2015 году. Мы завели себе language compliance testing для бедных. Есть как минимум две наиболее популярные реализации «Луа». Это, собственно, реализация «Луа» от создателя языка «Пукрио Луа» и, собственно, «Луа Джит». Для них в интернете есть тесты. Тесты на эти конкретные реализации, написанные, собственно говоря, авторами этих реализаций. Кроме того, в том проекте «Луа Тест Мор», который я упоминал только что, тоже была, когда мы начинали с ним работать, была какая-то тестовая сиита, предоставлявшая комплайнс-тесты. И в проекте «МАД», который развивается усилиями Церна, тоже есть какой-то значительный кусок комплайнс-тестов. Вот мы это все дело собрали в одну такую мета-сииту, положили к себе в кодовую базу, прикрутили, к счастью, поймали какие-то баги, прежде чем они ушли в прот, действительно поймали какие-то баги. И вот оно у нас сейчас живет, дает нам такой вот language compliance в отсутствии какой-то официальной сертификации. И это некоторое решение нашей проблемы. Почему это решение для такой полноценной стабилизации, скажем так, хорошее, но не полное. Потому что, очевидно, с того момента, как мы форкнули лоджи и начали работать над нашей кодовой базой, мы туда поддерживаем, фиксим баги, добавляем какие-то новые фичи. Поэтому, очевидно, помимо тех тестов, которые у нас есть, нужно писать что-то свое. Из собственных тестов у нас имеются юнит-тесты, они написаны на C с использованием библиотеки Симока, и функциональные тесты, написанные частично на C, частично на Lua. Вот, собственно говоря, сейчас об этих категориях тестов мы поговорим чуть подробнее. Юнит-тесты. В чем состоит главная сложность юнит-тестирования, когда мы тестируем такую довольно сложную махину, которая включает в себя интерпретатор байт-кода, JIT-компилятор, рантайм, garbage collector. Вот у нас есть некий симпатичный интерфейс. Это один из интерфейсов того компонента, который реализует единственную луашную структуру данных – таблицу. Вот что-то, что создает таблицу. С какими-то параметрами. Давайте возьмем этот интерфейс, попробуем написать на него юнит-тест. Сложность заключается в том, что многие интерфейсы в платформе в силу объективных причин пронизаны зависимостями и зависят от всяческих состояний. Например, в данном случае для того, чтобы создать таблицу, нам нужно под нее выделить память, и для этого нужно уйти в глубины платформы, и вот мы получаем зависимость на стейт, которая в свою очередь зависит от аллокатора и прочее. И вот такие сложные зависимости, они вообще сами по себе не очень хорошо бьются с идеей юнит-тестирования, как тестирование хорошо изолированных отдельных модулей. Тем не менее, какие-то части платформы юнит-тестированию поддаются очень хорошо. Во-первых, что это такое? Это C-API, это тот API, который Луа как язык обязуется вам предоставить для того, чтобы встраивать Луа в какие-то внешние системы, написанные на C и на C++. Соответственно, вот эти интерфейсы юнит-тестируются довольно хорошо. Всякие вспомогательные внутренние интерфейсы платформы, которые являются всякие вспомогательные функции, не знаю, там реализация, своя реализация функции STRSCAN, например, в качестве такого примера тоже можно покрыть юнит-тестами, и все будет выглядеть хорошо, не нужно будет ничего мокать, какие-то зависимости, бороться с зависимостями и прочее. Даже некоторые части JIT-компилятора тоже можно хорошо покрыть юнит-тестами. В частности, такой компонент, как эмиттер динамического кода. Что это такое? Когда у вас во время рантайма работает ваша система, JIT-компилятор в какой-то момент включается, решает погенерировать динамический код, и, собственно говоря, эмиттер — это то, что берет и записывает какие-то байтики, которые являются, по сути, инструкциями машинного кода, складывается в какой-то буфер памяти. И на первый взгляд кажется, да, что вот есть тоже какая-то зависимость от некого состояния, от состояния ассемблера виртуальной машины, извините, от ассемблера JIT-компилятора. Но на самом деле это не очень большая проблема. Именно в этой части платформы интерфейса можно успешно перерефакторить и вместо зависимости на стейт добавить просто зависимость на тот буфер, в который мы динамически пишем наши машинные инструкции, после чего, избавившись от состояния, мы можем написать хорошие, легко поддерживаемые, легко расширяемые юнит-тесты. Очень хорошо. Хотя, казалось бы, JIT-компилятор — такая вот сложная штука, но нет, при достаточной степени взгляда можно найти какие-то компоненты, которые тоже хорошо изолируются, юнит-тестируются. Функциональные тесты. Часть функциональных тестов, как я уже упомянул, мы пишем на C. Это, собственно говоря, те случаи, когда нам не хватает луа, когда нам по какой-либо причине нужно работать с памятью или когда нам нужно нашу платформу перевести в заданное состояние. То есть вот у нас работает, работает наша луа-машина, и по-хорошему, большому счету, мы не знаем, когда произойдет сборка мусора. Но представим, что нам нужно написать какой-то тест, который бы эмулировал ситуацию, когда машина находится в одном состоянии, garbage collector строго в другом, JIT-компилятор в третьем, и вот это все должно сойтись, и тогда что-то. Вот в этом случае, конечно, тесты на луа писать не получается, не очень эффективно. И вот этот механизм описания функциональных тестов на C, он довольно мощный, но, скажем так, много таких тестов не напишешь. Это нечто такое, что нужно для особых случаев. В то время как тесты на луа, взять какой-нибудь кусочек, взять какой-нибудь файлик, написать там какой-то луа-код, добавить асертов туда, заставить код выполнять какую-то полезную работу, запускай, пожалуйста, тестируй. Процесс не упал, все хорошо. Значит, вроде как все работает так, как надо. И это закрывает какие-то часть-часть проблем. Но на самом деле только такого тестирования тоже оказывается недостаточно. И вот почему. Почему недостаточно вот только таких вот тестов на луа. Вот пример из нашего баг-трекера. Приходит разработчик и субмитит на вот такой баг. Он говорит. И смысл вот в чем. Я, говорит, занимался, смотрел на оптимизацию G-компилятора, и вот оказалось, что одна оптимизация, которая отвечает за то, что в горячих часто исполняемых циклах лоцирование временных объектов, оно не производится, оно по возможности элиминируется, и происходит только тогда, когда оно действительно необходимо. Так вот, есть некоторая оптимизация, которая оказалась сломана, пишет нам разработчик. И заодно задается вопросом. Нужно же посмотреть, почему при этом работают тесты. А тесты в данном случае, эту оптимизацию покрывали тесты из тестовой сюиты на луа-джит, которую в свое время мы взяли у Майка Пола, у создателя языка. Мы проследовали. Оказался такой классический сценарий. Мы добавляли что-то новое, какую-то новую фичу. В процессе сломали старое. И самое неприятное, что тесты при этом ходят. Дженкинс зеленый, все нормально. Как же так? Что случилось? Давайте еще раз посмотрим на этот тест. Вот у нас есть два цикла. После каждого цикла assert, который assertит какой-то результат по итогам работы цикла. Есть в каждом цикле какое-то тело. Из того, что оно выполняется в цикле, мы делаем предположение, что этот код будет сжид-компилирован, как исполняющийся довольно часто. И вот то, что должно произойти, оно вот там в комментарии какие-то магические слова, понятные только разработчику джид-компилятора, написано, что вот что-то должно произойти. А assert'ем мы только результат. И это все вместе не очень хорошо работает. Почему? Потому что за работой джид-компилятора по обработке каждого тела цикла на самом деле стоит некоторая тоже сложная система. Самое такое высокоуровневое представление. Можно вот такое вот машинное состояние, диаграммы состояния описать. И в данном случае даже важно не то, что там написано, важно то, что каждая веточка в этой машинной состоянии может сломаться. А явного теста на то, что сломалось оно или нет, вот этот исходный ло-код не предоставляет. Более того, даже если что-то пойдет не так, джид-компилятор написан и работает, как и должен работать, крайне консервативно, и при малейшем подозрении, что что-то идет не так, как надо, он говорит, отлично, я там, например, прекращаю работу, дальше работает виртуальная машина, я не буду пытаться джид-компилировать этот код. То есть результат в итоге вы получите правильный, семантика языка окажется естественно соблюденной, платформа отработает как надо, но гарантий, что именно джид-компилятор, вот under the hood, внутри отработал правильно, нет вообще никаких. Соответственно, тестируем конечный результат, а способ, которым он получился, никак не можем проверить при таком подходе. Что можно позаимствовать, на что можно посмотреть в утилитах, которые есть и в Logitech, и в нашей реализации. Есть такая штука, которая позволяет вам в процессе работы компилятора выводить кучу всякой отладочной информации, что он в этот момент делает, и это предоставляет довольно подробную информацию о разных этапах работы компилятора. Собственно говоря, на прошлом Highload я рассказывал, как эту информацию мы использовали для анализа производительности и bottleneck в работе джид-компилятора. Эту же самую информацию можно использовать в тестах. Соответственно, похоже ли это на паттерн тестирования по логам? Да, это похоже на паттерн тестирования по логам. Собственно, мы берем, запускаем наш файлик, а дальше проверяем, есть ли у нас, вот в том, что выведено, есть ли у нас или отсутствует, или какая-то информация, которая является признаком того, не просто того, что ло-код корректно отработал, но и то, что джид-компилятор, который этот ло-код обрабатывал в процессе исполнения, тоже сделал свою работу правильно. Это довольно простая идея на самом деле, а к большому сожалению, например, в тестовой суите лоджита ее нет, есть просто вот этот ло-код. А решает она при всей своей простоте очень много головной боли снимает, во-первых, мы можем наш тестовый случай изолировать сколь угодно хорошо. У нас есть куча данных забесплатно, без какого-то желания подлезть куда-то, каким-то кодом в нашу платформу. Компилятор нам сам по какому-то хорошо определенному интерфейсу дает информацию о собственном состоянии. Это совершенно никак не… Ну, то есть это аффектит производительность, но это же тесты, в конце концов. Для теста производительность вообще никак не… на производительность теста никак не сказывается. И вот по такому паттерну можно решать очень много… тестировать очень много случаев, решать очень много разных задач, собственно, что мы и делаем. Вот до этого я описывал то, что у нас есть, скажем так, в кодовой базе, то, что можно автоматизировать, то, что тестируется в CI и в Jenkins и позволяет нам, собственно говоря, с помощью чего мы пишем тесты на новые фичи, ловим ошибки какие-то, используем для регрессионного тестирования. Что есть еще? Собственно говоря, с тем сервером приложений, в который мы встраиваемся, у нас есть интеграционные тесты, которые позволяют нам убедиться, что все хорошо работает. Есть возможность выкатиться на стенд и посмотреть стабильность на каком-то более-менее реальном трафике в такой среде, которая благоприятна к разработчику. Куда покатились, включили трафик, убедились, что не падает, посмотрели метрики, все хорошо. Наконец, у каждого проекта есть такая особая зона стейджинг-сервера. Это еще не продакшн, но трафик уже реальный. И вот если нас интересует какое-то глубокое тестирование, например, АБ-тестирование, перформанс-тестирование или стабилити-тестирование важных фич, всегда можно прийти туда и затестировать так, как это нужно, но это все выполняется руками, не автоматически. И чего еще в этом всем не хватает, чего нам бы еще хотелось? Вот смотрите, как я уже сказал, у нас есть сервер приложений, в который встроена виртуальная машина луашная с джид-компилятором, которая исполняет бизнес-логику проектов. На бизнес-логику есть отдельные тесты, то есть зона ответственности проектных команд это писать тесты на свою бизнес-логику. Так вот, идея напрашивается взять весь код со всеми проектными тестами, запихать в какой-то Jenkins и гонять, допустим, на последнем нестабильном мастере нашей реализации, убедиться, что все работает хорошо. Это требует некоторой инфраструктурной подготовки, и мы готовимся решать эту задачу. А кроме того, еще паттерн, который напрашивается, в интернете же очень много луа-кода. Есть куча хороших проектов, у которых есть нормальные тестовые сюиты, и почему бы не заглянуть, не посмотреть на то, как, например, создатели компиляторов C или C++ делают, берут кучу дикого кода и говорят, вот компилируй, и получаем такой вот фазинг тестирования компиляторов. И вот по аналогии с этим взять какой-то код с каких-то сторонних проектов, где-то в стороне развернуть и тестировать, убеждаться, что все у нас собирается и тестируется. В этой связи наконец-то радует, что LuaRox 3 в третьей версии, единственный более-менее живой пакетный менеджер для Lua, он наконец-то научился запускать тестовые сюиты. Теперь осталось, чтобы авторы модулей, которые публикуются через LuaRox, могли, ну, эту возможность тоже у себя включили. Сделаем баунти-программу. Да, сделаем баунти-программу, но это вот тоже такой… Да, да. И вот все сделали, все протестировали, вот такой конвейер извернули и автоматически, и руками, а бывает так, что оно все равно падает. Да, каждый раз по-разному, но бывает, что вот происходит какой-то крэш на какой-то машине в каком-то несчастном проекте, что-то падает, и дальше что-то с этим надо делать. В этот момент, да, когда вы уже все зарелизили, а вам приходит кордам, да, очевидно, вам нужен процесс расследования инцидентов, и в первую очередь, да, нужно осознать, почему это важно. Расскажу сейчас буквально о двух случаях ошибок, да, с которыми нам пришлось бороться, вот когда-то мы заметили такую интересную ошибку. Когда garbage collector обходит луо стек, иногда получалось так, что он смотрел на какую-то переменную, да, и смотрел на какой-то слот на этом стеке и интерпретировал его содержимое неверно. И это приводило к падениям. То есть вот у нас есть одна функция, функция фу в самом низу, она вызывает функцию бар, это две луо-функции, которые разложены на луо стеке. У функции бар есть аргумент у, у нее есть две локальных переменных, да, там они каких-то типов, строчки, числа. И вот всю эту структуру стек, который в центре на картинке изображен, garbage collector нужно обойти, чтобы убедиться, что вот то, что лежит на стеке, его коллектить не надо, оно достижимо и должно остаться в памяти. И garbage collector обходит, обходит, да, и вот на стеке, да, можно понять, лежат, во-первых, локальные переменные аргументы, и в то же время на этом же самом стеке лежат специальные кусочки метаданных, которые, например, позволяют вам определить, что вот эта луо-функция была вызвана какой-то другой луо-функцией. И эти, как бы на самом низком уровне реализации, там все битики подобраны таким образом, что garbage collector на них ориентируется и понимает, что вот тут у меня переменные, а вот тут метаданные, и я их как-то вот по-разному обрабатываю. И все было бы хорошо, пока мы, а мы, собственно говоря, первым этапом, что мы сделали в нашей реализации, мы поддержали полностью 64-битные указатели, и вот мы работали с 64-битными указателями, и в какой-то момент нам начали приходить, у нас так все в памяти раскладывалось, что хвосты, нижние 32-бита каких-то поинтеров, их можно было просто перепутать с информацией, которая значила что-то совершенно другое. И вот в этот момент в garbage collector все взрывалось, все падало. Падало очень нечасто, падало один-два раза в месяц на всей компании, то есть по всем продакшн-серверам, по всем проектам. И должно было произойти, очевидно, после того, как мы разобрались и поняли, что должно было произойти какое-то сочетание, звезды должны были сложиться как-то очень неудачно, чтобы вот так оно упало. С другой стороны у нас был другой баг. Опять виртуальная машина, опять сборщик мусора в какой-то момент запускается. Причем сборщик мусора решает, как-то вот так получалось, что сборщик мусора решает вызвать деструктор юзердаты. Совсем вкратце, юзердата — это некий тип данных, который позволяет вам предоставлять интерфейс в луо для работы с объектами, которые определены где-то в нативной среде, в C или в C++, и, соответственно, этот объект может эллоцировать какие-то ресурсы неизвестные луо. Вот для того, чтобы эти ресурсы освободить, предусмотрен такой механизм, как финализатор, метаметод ГЦ. И этот метаметод запускается как обычная луо-функция, запускается на луо-стэке. Необходимо убедиться, что стэку хватает места, чтобы принять эту функцию. Но в коде была ошибка. Где-то для каких-то других целей кэшировался указатель на старый стэк, и получалось вот так. То есть у нас было две переменных, нам нужно было их конкатинировать. В этот момент, платформа так написана, что в этот момент может сработать гарбич коллектор, он говорит к конкатенации, подожди, мне нужно тут какой-то деструктор вызвать. Вызывает деструктор. Реаллоцирует стэк, потому что нужно же ему место больше, и вот этот указатель макс стэк куда-то отодвигает. А наш несчастный указатель, ПТР, он вот так и остается. И когда гарбич коллектор говорит, все, я поработал, дальше можно продолжать исполнять нормальную программу, вот этот указатель остается, и опять все разваливается. И это было гораздо более критично. Это было на каждом заофекченном проекте порядка 10-20 падений в сутки. Причем нам так везло, что это происходило при обработке рантайм-ошибок. И это уже очень походило на такой невольный ДДОС нашей системы. То есть вот есть два партнера, они торгуются по какому-то протоколу между собой. Вдруг происходит какая-то ошибка торговли, и вместо того, чтобы, не знаю, кидать кучу пятисотых ошибок и эскалировать это одним путем, у нас платформа просто рух, и вот кусочек кластера уходил, таким образом падал с крэшем. Два примера, две ошибки. И там корт-дамп, и сям корт-дамп. Но совершенно очевидно, пока не будет произведено тщательное расследование причин, непонятно, где терпимо, и можно фиксить не спеша, где караул, и нужно срочно выпускать хот-фикс. Поэтому для каждого инцидента, абсолютно для каждого падения, нужно уметь отвечать на вопросы, что случилось, каковы симптомы, какова, собственно говоря, истинная причина, потому что истинная причина, она может быть от конечного симптома очень сильно отдалена, как все починить, и, собственно говоря, как это протестировать. Вот для того, чтобы ответить на вопрос, что случилось, у нас в компании давно, испокон веков используется робот, который обходит все продакшн-сервера, находит все корт-дамп-файлы, рассылает письма со стактрейсами, с заинтересованным разработчиком, и с недавнего времени он передает корт-файлы в единое хранилище. Опять же, довольно простой такой бот, который решает кучу проблем. Во-первых, он не дает пропустить проблему, потому что письмо придет, оно упадет в нужный фильтр, разработчики заметят. Проблема не будет потеряна, потому что корт-дамп-файлы будет сложен в какое-то хранилище, а не останется на продакшн-боксе, а это виртуальная машина, а она может быть в свою очередь, например, за выходные нашим облачным провайдерам с коллекцина, терминированно, что-то с ней может произойти. Вот такие стактрейсы позволяют собрать базу знаний, что очень важно для того, чтобы оценить риски от нашей ошибки и провести какой-то первичный анализ, чтобы понять, видели ошибку, видели ошибку три раза за месяц, да, расследуем, но с каким-то спокойным приоритетом. И, кроме того, позволяет решать проблему оперативно, потому что мы сидим в своем отделе, занимаемся разработкой нашей реализации, а падает-то в проектах, соответственно, нужно сходить в проект, в другую команду, попросить какие-то доступы на SSH, в общем, куча какой-то бюрократической боли, которая мешает нам начать расследовать ошибки быстро. Получили CoreDump, мы начинаем выяснять симптомы. Для того, чтобы ответить здесь на два вопроса, что произошло в нативном коде, пока мы не можем придумать ничего лучше ГДБ, и что произошло в луо-коде. А вот здесь, это на самом деле тоже очень важный вопрос, для понимания нужно понять, когда упала, как бы платформа, это, собственно говоря, гостевой код, что делал. Вот здесь нам долгое время помогал инструмент под названием OpenRasty GDB Utils, это набор плагинов ГДБ, созданный авторами веб-фреймворка OpenRasty, который предназначен для постмортом анализа, то есть когда у вас есть просто корка, мертвый слепок памяти, когда вы не можете запустить какой-то процесс. И, собственно говоря, что делает этот плагин? Весь приватный API, он, весь приватный API, изначально там лоджи, был повторен с помощью питоновского API GDB, что позволяет вам посмотреть дамп переменных, позволяет получить наглядные данные состояния, внутреннем состоянии вашей системы. И только один минус есть у этого плагина, поскольку он реимплементирует весь внутренний API платформ, это очень сильно зависит от реализации. Соответственно, долгое время, пока наш форк не очень сильно отходил от лоджи, мы им могли пользоваться, в какой-то момент разошлось, пришлось написать свое, но это очень сильно компенсирует, усилия по написанию своего оправдываются, потому что без OpenRasty отладка выглядит совершенно ужасно. Вы берете, кастуете сырые указатели, разаменовываете что-то там, пытаетесь найти какие-то адреса, вычитать, не очень удобно. Если у вас есть какой-то аналог, такой вот плагинчик, вы можете придумать себе какие-то команды, которые вам в такой приятной форме позволят отлаживать вашу корку и выяснять, что же произошло у вас в вашей системе перед падением. И, собственно говоря, как только вы все поймете, потратив на это какое-то время, встанет вопрос, как протестировать. Тут интересно в качестве примера привести цитату из списка рассылки Logite от создателя Logite Майка Пола, который когда-то закоммитил некий багфикс и написал, что вот баг есть, я себя в этом убедил, баг точно-точно-точно есть, но мне кажется, не получается его протестировать, ни файзер не справляется, ни тест не могу скрафтить, ничего не получается. Совершенно признавая то, что такие ситуации тоже могут быть, могу сказать, что мы пока в своей практике не сталкивались с такими случаями. И даже для самых хитрых багов, даже для багов, которым я рассказал, например, когда у нас по плохому адресу аллоцируется память, и потом что-то в garbage collector разъезжается, даже для них мы стараемся писать тесты. В данном случае был написан тест, в котором где-то 200-220 строчек кода на C и 80 строчек кода на Lua, что вполне, на мой взгляд, приемлемо и поддерживаемо. На этом, наверное, я буду переходить к выводам. Понятно, что работа над стабильностью — это комплексная задача. Начинаем с приоритетов, решаем, что наивысший приоритет у стабильности перформанс, безусловно, важно, но идет потом. Сначала корректность и стабильность. Совершенно не стесняйтесь комбинировать тестирование различных типов. Хоть что-нибудь взлетит, и когда у вас сложная система, сюда юнит-тестирование подсунули, сюда функциональное, здесь накидали что-то подобное на фазинг, интеграционными тестами покрыли. Это все так или иначе гораздо более дешево в поддержке, чем потом ковырять какие-то падения в продакшене частые. Даже для нетривиальных случаев, как показывает практика, можно написать тесты, их, соответственно, нужно писать. Инциденты нужно обязательно расследовать, чтобы не оказаться в такой ситуации, что сначала мы машем рукой, а потом у нас начинают проекты падать одним за одним. Ну и, соответственно, тоже для этого нужно, чтобы было приятно и комфортно расследовать эти мрачные кордампы, нужно развивать инфраструктуру, писать утилиты, заимствовать другие утилиты. На этом у меня совсем все. Спасибо большое. И ссылки на том, о чем я говорил, и предыдущие доклады по теме нашей реализации. Спасибо большое. Да, можно. Микрофон. Антон, не забывай про приз лучшему вопросу. Антон, вот на самом деле интересует вот очень такой интересный вопрос, связанный с как вы вообще собираете JIT. То есть я его сформулирую из четырех компонентов, этот вопрос. То есть вопрос номер один. У вас есть синтаксис, у вас есть семантика языка. Вы это чем-то определяли. Расскажите, пожалуйста, как вы это делали, соответственно, какими инструментами. Это первое, то есть там бизон или як, то есть вы все равно чем-то это определяли. Второе. Вы же собирали JIT-машину как-то, правильно? То есть вы ее собирали чем? Зависит ли вообще компилятор, которым вы его собираете, на качество непосредственно самого JIT-а? И четвертый компонент. То есть вот в принципе, вот я не услышал один из механизмов тестирования вот таких вот внутренних языков, которые используют. Не важно, луа это или что-то другое, там джаваскрипт какой-нибудь. Да, но один из хороших механизмов это вот пробовать, тестировать, собирать это разными компиляторами, например, там с LLVM, проверять этот LLVM, там на JCC, на интеловском компиллере, на разных процессорах, в принципе, немножко отличающие. И сравнивать результат. Расскажите вот про эту историю, пожалуйста. Так, смотрите, давайте начну с конца. Да, мы одним из этапов тестирования у нас есть сборка разными компиляторами. И мы собираемся клангом, и мы собираемся GCC, и мы собираемся в разных комбинациях релиз сборка, дебаг сборка. То есть там есть некоторая матрица, да, там тип компилятора, тип сборки, тип линковки конечной библиотечки, которая все это дело реализует. И после того, как мы все собрали, вот те тестовые сюиты, которые у нас упакованы в нашей кодовой базе, они как раз прогоняются. У нас CI решает эту проблему, собственно говоря. Мы в параллель запускаем вот такое тестирование в разных конфигурациях. То есть да. А результаты? И тут же прикрутен еще к лангтайде, который смотрит, собственно говоря, код. То есть есть сборка разными компиляторами, статический анализ, и даже где-то сбоку там есть проверка автоматическая на стиль кодирования. То есть это есть. Никакого бизона и флекса нет, потому что, скажем так, весь фронтенд является частью платформы, тоже написан на CI, свой фронтенд, который есть в кодовой базе. Мы в данном случае эту реализацию наследовали от Logite, а Logite, если не ошибаюсь, от Lua 5.1. То есть там этого нет. И кажется, я какой-то вопрос пропустил. Ну, собственно говоря, чем вы, собственно, собираетесь в мантику? Потому что когда ты определяешь семантику, от этого зависит вообще качество в итоге компилятора или транслятора. и если вы ее задаете ручками, вы где-то можете что-то потерять, потому что если у вас отсутствует механизм дополнительного тестирования на семантику и синтаксис, потому что если бы вы опять же что-то унаследовали, то, может, проблема, которая у вас возникает в какой-то конструкции, которая очень редко используется, она и заключается в том, что вы унаследовали семантику. Может, стоит попробовать и переопределить самостоятельно всю семантику? Да. Ну, то есть, да. Если речь о том, что у нас нет никакого честного language compliance тестирования, да, его нет. Его как бы нет, в принципе, ни для одной реализации Луа. И да, все пользуются, как бы, максимально, чем могут пользоваться, да, это внешними тестовыми ситами, другими реализациями и тестироваться через реализацию. Да, это по-прежнему проблема. Да, мы над этим думаем. Откуда все проблемы его? В микрофон, пожалуйста. У нас запись. Оттуда все проблемы идут, то есть, вы фактически руками фиксите отдельные баги, которые у вас появляются. Это, в принципе, являются все баги проблемами именно вот из того, что вы не можете оттестировать саму семантику, скорее всего. Нет, вот с этим я скорее не соглашусь, потому что багов бывает... А вы доказать не можете? Так и вы доказать не можете. Могу. Да, скажем так, в смысле вот доказательства корректости компиляторов формально не можем. Мы можем сказать... Но зато мы можем сказать, у нас есть реализация LO 5.1, на нее есть тестовая сюита. в соответствии с тем, как написан Laguage Reference Manual, мы считаем, что вот в некотором смысле это тестовая сюита и является Laguage Compliance Test, мы его проходим. То есть, мы в данном случае мы работаем так же, как работает референсная реализация. Вот это мы можем доказать. Нет, но тогда у вас должна как бы доказательная база строиться на основе какой-то статистики. Вы должны на основе анализа большого количества различного кода строить, будем говорить так, частоту использования тех или иных конструкций. И в качестве тестирования вы должны брать самые редкие конструкции и их прогонять с различными... То есть, такой элемент фазинга редко используемых конструкций, тогда вы, в принципе, вероятность того, что вы найдете баг, она повышается. Мне кажется, вы этого не делаете. Да, конечно, это хорошая идея. Нет, именно этого мы не делаем. И да, мы смотрим, в частности, такой тест, такой вот, как вы сказали, базой кода. Мы хотим, чтобы стали наши проекты, которые работают в продакшене. Будем гонять тесты на них и в том числе решим эти проблемы, о которых вы говорите. У меня сначала такой смешной вопрос, но все-таки. А PWS Studio не пробовали еще использовать? Шестую. Ну, окей. Это не знаю про что. Нет, нет, нет. Ну, PWS Studio пробовали, не пробовали? Это первый вопрос. И второй вопрос, который про джид-компиляцию. А я правильно понимаю, что это рантаймовая джид-компиляция, а не когда происходит перед запуском многоуровневый проход и сборка финального кодового, ну, максимально близко. Ну, то есть, как бы, есть два джида. Есть джид, который рантаймовый, насколько я понимаю. И есть второй тип, когда происходит аннотация, долгий запуск, но быстрая работа, когда, скажем, половина языка не нужна, потому что приложение не использует его. Итак, PWS, да, пробовали использовать буквально на прошлой неделе или две недели назад. Мне нужно еще внимательно посмотреть на тот отчет, который он нагенерил. На первый взгляд, он не показал чего-то более серьезного, чем показывает кланк тайде. Но это не точно, потому что, как и сказал, только-только начали. Второй вопрос, вопрос, да, джид-компиляция у нас рантаймовая. То есть, это не какой-то там проход. Вот мы исполняем код, виртуальная машина, интерпретатор исполняет байт-код за байт-кодом, в какой-то момент он находит горячий код, который исполняется достаточно часто, и, начиная с этого, строит, обходит эти горячие пути на графе потока управления и прямо вот в динамике генерит джид-код. А еще один вопрос. Я правильно не понимаю, коли это форкались от ло, от джида, то именно их механики используются. Просто неожиданное копание буквально на полштыка в землю выяснилось, что если очень хитро применять LV, он умеет джид-ом работать. Да, мы форкнулись от ло джида и реализация сейчас джид-компилятора во многом повторяет ло джида. Ага, то есть не смотрели в другие стороны, типа попробовать еще какие-то бак-н-окии? Мы, скажем так, ну, такие идеи, естественно, уже были. А, очень интересно. Пока мы подробно не смотрели вот в эту сторону, потому что, на самом деле, долгое время занимались именно такой, решали какие-то задачи в плаформенной части. Вот, и только недавно перекинулись подробно на джид-компилятор. Понял, спасибо. Если я правильно помню, на позапрошлом фосдэме был доклад от ребят, которые как раз на LLVM луашечку делают. У них не очень быстро. Тогда было. Ну, просто интересно и странно. Еще вопросы? Антон, вопрос такой, достаточно общий. А что именно сподвигло делать форк для джида? И чем в настоящий момент он отличается от оригинала? То есть, какие функции добавлены? И, ну, в общем, понятно. Сразу скажу, что вот прям подробная информация вот на этих ссылочках есть. Можно посмотреть, будут потом доклады. А сейчас вкратце объясню. Во-первых, у нас основная проблема была в том, что лоджит, вообще лоджит 2.0, мы долгое время работали с лоджитом 2.0, он прям очень сурово 32-битный. Там прямо вот в реализации зашиты 32-битные указатели. И это стало для... А если вы запускаете 32-битное приложение на 64-битах, то вам, сюрприз, доступны не 4 гигабайта виртуального адресного пространства, а один или два, в зависимости от операционной системы, версии операционной системы. Вот. И в первую очередь это стало проблемой, потому что, когда вот наш сервер-приложение с бизнес-логикой работает, помимо всего прочего, мы действительно вгружаем туда данные, которые... объем которых начал доходить у клиентов до гигабайта, что это за данные, это некая такая инвентарная книга той рекламы, которую мы показываем или хотим продать, или хотим купить. Эти данные росли и росли, их стало столь много, что не влезало. И, соответственно, вот появилось... А попробовали порешать какими-то другими способами, стало сильно медленнее. А нам сильно медленнее это очень плохо, потому что, собственно говоря, косты хардварные начинают расти неимоверно. Вот. Чем сейчас отличается этот форк? Значит, во-первых, мы все дело сократили до Linux X64, поскольку другие аппаратные архитектуры нам не интересны, мы не можем их поддерживать, развивать адекватно. Мы решили проблему с памятью, у нас честные 6-ти и 4-битные указатели. Мы туда добавили всякие работы, возможности шарить данные между потоками и какие-то дополнительные фичи, что-то мы в компиляторе потвикали. То есть это некоторое улучшение функциональности, добавление новых фич, плюс честная работа с 64-битным адресным пространством. Да, добавили такую вещь, как sealing, это возможность garbage collector, в принципе, в Lua, он марк-ин-свип, инкрементальный, мы добавили возможность какие-то редко меняющиеся данные выносить в какую-то особую область памяти, например, куда garbage collector не доходит. то есть некий элемент генерационности, такой вот EDM, идея Eden вот этого. Еще вопросы? Если у кого-то еще есть какие-то вопросы, которые можно обсудить в кулуарах, можно обсудить со мной всегда на стенде, где удобно. Спасибо. Спасибо, Антон. Сделай кому-нибудь приятно. Книжка, кстати, отличная книжка Насим Талепа «Одураченные случайности». Кому-то сейчас повезет. Книжка «Одураченные случайностью» наверное, должна идти про вопрос про файзинг-тестирование, мне кажется, нет? Спасибо.